Семья не единственное место, где надо быть порядочным, но первое, писал китайский философ Хан Сян Цзи. Здравствуйте! День семьи, любви и верности – хороший повод рассказать о наиболее интересных семейных сагах, написанных в последние годы. Например, о трилогии Дины Рубиной «Русская канарейка», в которой причудливо переплелись судьбы двух абсолютно разных семей. Одни – колоритные одесситы, не представляющие свою жизнь без музыки и движения. Другие обосновались в Алма-Ате и предпочитают жить тихо и скрытно. У каждого рода своя история, свои радости и беды, но они крепко связаны друг с другом, и эту связь ощутило не одно поколение. Продуманный сюжет включает в себя опасные приключения, загадки и, конечно же, любовь. «Люди, которые всегда со мной» – рассказы из детства Нарине Абгарян, где за убаюкивающими преданиями и семейными традициями скрывается непростая история целой страны. В разных главах читатель попадает то в прошлое, то в настоящее, наблюдает за горем и счастьем, за рождением детей, прекрасными рассветами, участвует в чудных семейных вечерах и душевных разговорах. Это отлично написанный роман о старших, о близких, которые всю жизнь поддерживают нас, даже уже уйдя, даже незримо, и делают нас теми, кто мы есть. Книгу «Лестница Якова» автор Людмила Улицкая назвала «Романом-притчей». В центре параллельной судьбы интеллектуала Якова Осетского, рожденного в конце XIX века, и его внучки Норы, современного театрального художника. Всю историю пяти поколений семьи мы узнаем через них, при том, что друг с другом герои виделись всего раз в жизни. И уже в старости Нора прочтет личные дневники деда, его письма и телеграммы бабушке, и получит доступ к личному делу Якова в архивах КГБ. В основу романа легли реальные письма из семейного архива автора. С помощью документов, в том числе писем, раскрывается и история рода Смирновых в книге Алексея Слоповского «Неизвестность». Ее события охватывают ровно сто лет, с 1917 по 2017. Герой романа – крестьянин, попавший в жернова НКВД. Его сын, который хотел стать летчиком и танкистом, но выбравший совсем иную службу. Внук-художник, напрасно мечтающий о чистом творчестве. И наша 15-летняя современница, берущая интервью у бабушки, бывшей идейной комсомолки. Автор признается, что взялся за книгу, желая разобраться в без конца переписываемой истории страны. Но и сам, похоже, не уверен, что это ему удалось. Более мелодраматичное отношение к своим героям демонстрирует Наталья Нестерова в масштабном историческом повествовании «Жребий праведных грешниц». Сначала была задумана трилогия о семье Медведевых, охватывающая три десятилетия, начиная с 20-х в сибирской глубинке, заканчивая блокадным Ленинградом. Но успех у читателей привел к появлению незапланированной четвертой книги – сборника рассказов с подзаголовком «Наследники» о потомках Анфисы Ивановны и Еремея Николаевича Медведевых. Позволю себе разнообразить список отечественной литературы двумя иноземными семейными сагами. Первый роман Нобелевского лауреата Архана Памука «Джевдетбей и его сыновья» – это классика жанра в духе Томаса Манна. История трех поколений состоятельной стамбульской семьи Ишикчи в переводе Михаила Шарова. В романе нашло отражение все, что мы любим в Памуке, включая колоритные описания Стамбула. И история с другой части света – роман «Сын» Филиппа Майера. Полуторовековая история штата Техас, поданная через призму жизни трех поколений семьи Маккалоу. Фактически три разножанровых романа под одной обложкой, и при этом три грани одного целого. Марио Пьюза однажды написал «Сила семьи, как и сила армии, в верности друг другу». Увидимся через неделю. Читайте книги. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова